В моём паблике проходит розыгрыш 30 дней премиум аккаунта в World of Tanks. Для участия надо подписаться на паблик и сделать репост конкурсной записи. Ссылка в описании под видео. Удачи! БУДИЛЬНИК Ольга Дмитриевна проснулась раньше меня и переоделась и уже успела включить чайник. От мысли, что она переодевалась вот тут и рядом, приятно закручалась голова. Она шить лево отцалютовала. Я не вставая взял шорты со стула и натянул их под одеялом. Доброе, спасибо, хорошо. Комары только достали. Ага, они тут злющие. Она улыбалась так довольно, словно кусачисть мясных комаров, плод другой селекции и её личная заслуга. Озеро рядом, лес, вода чистая. В это развелось, но мы на них управу знаем. Ну, а сейчас... Куда же я его поставила? А, ну сейчас, куда же я его поставила? Ольга паралась на полке, взяла какой-то флакон и протянула мне. Держи, пользуйся. Ух ты, девушка дарит мне парфюм? Здорово. Я повертел флакон в руках. Этикетка утверждала, что это не колонгвоздика. Также сообщила его состав, цену, номер ГОСТа и то, что он сделан не где-нибудь, а в СССР. Спасибки, а зачем? Я не бреюсь ещё. Или пахну плохо. Вот делать мне больше нечего, только тебя обнюхивать. Это вообще-то от комаров. Они его запах очень не любят. Походу, не только они. Я открутил крышечку, понюхал содержимое и поморчился. Знаете, я их понимаю. Вожатая отмахнулась от моих претензий. А по-моему, хороший запах. Вечером... Вечером руки и шею смазывай. Тогда не кусают. А довольная какая? Чайник напомнил о себе пронзительным свистом. Ольга вопросительно посмотрела на меня. Чай? Кофе? Кофе. Не угадал. Чай. Тогда чай. Только быстрее, а то опоздаем на линейку. На часы гляньте. Семён, ты боишься пропустить линейку? Не, где-то тут точный рак свистнул. Но сегодня не будет линейки. Ни линейки, ни зарядки. По распорядку свободный день. Свободный? Звучит красиво, да? А чё делают пионеры в этот день? Ну, вообще, домики убирают, порядок наводят и всё такое прощее. Свободное время, одним словом. Но и дискотека вечерняя. Куда без неё? Ну, у нас разное понятие о свободном времени. Хватит ворчать. Давай чай пить. Я потянулся к чайке, но ми... К чашке. Но меня прервал звонкий возглас. Руки! Чё? Руки, мол. Ну, когда бы, я же только встал. Давай бегом умываться, пока остывает. Вот же, блин. Ну, бегом не бегом, а к умывальнику я таки отправился. Кое-кому тоже не спалось с утра пораньше. Мимо промчалась славя. Приветственно, помахал мне рукой, а из библиотеки показалась заспанная Женя. Видимо, так заработалось, что и уснула там. Наскоро умывшийся, я направился обратно в домик, где меня уже дожидался чай с пряниками. Собирая чашки, Ольга поинтересовалась. Мику говорила, ты будешь играть на концерте. Вместо Толика? Постараюсь. Девчонки уверены, что смогут научить. Думаю, и правда смогут. Знаешь, мне самое интересное, что же из этого выйдет. Строго между нами. Мы с Виолой вчера поспорили. Сможешь что-то научиться или нет, и от тебя зависит, кто победит. Бедит, он же, сука, тотализатор нахуй советский. А вы за или против? Да не скажу. Лукаво подбегнула вожатая. Она чё, в принципе, на вопросы не отвечает? Надеюсь, что за. Меня тут некоторые несознательные пионерки с мартэшкой сравнили. В смысле музыкальных способностей. Хочу доказать, как они ошибались. А вы на чё спорили-то, а? Да так, ерунда. Набор болгарской косметики. Кремы для кожи. Обещали два, привезли только один. Никак поделить не можем. Я предлагала ей стоимость вернуть. Упёрлась и ни в какую. Ольга промолчала, затем ей хитро добавила. Нет, я понимаю, ей-то, конечно, нужнее. У меня пока морщин нет. Но тут дело в принципе. Как всё сложно. Но я вас не подведу. Не подведу. О, куй, серьёзный. Ты не обращай внимания. Здесь скучно, а тут какое-никакое событие. Событие, это, видимо, я. Ещё и пари заключают. То с Мику, с Алисой, и теперь эти двое. Я им чё, беговая лошадь? Нормас вообще. На завтраке ко мне подсел Сыроежкин. На его лице было озабоченное выражение собаки. У которой отобрали любимую кусть и чё-то долго не отдают. Привет. Семёна, ты Шурика видел? Сегодня ещё нет, а чё? Да он ночевать не пришёл. Я думал, опять в мастерской засиделся. А утром смотрю, и там нет. Пропадающие пионеры похожи на завязку триллера. Может, его тот призрак сцапал? Пропал что ли? Я его видел вчера, после отбоя. Да? Может, забрёл куда-то? С ним такое бывает. Сейчас поедем и пойду на поиски. А, вожатый, не нужно сказать? Нужно, конечно. Я сначала сам ещё раз везде посмотрю, а то, представляешь, если шум поднимут, нагонят милиция с собаками, а он где-то в сарае сидит и вентилятор перепаивает. А вот если не найдётся, тогда будем искать всем лагерям. Думаешь, надо? Может, у него дела какие-то? Или свидание пошло успешнее, чем он ожидал? Какие там дела? Он такой, ну, рассеянный что ли. Даже так, я бы не сказал. Вот я, когда с бегунком пришёл, так он лихо меня заболтал, почти убедил записаться. Он и правда думал, что ты согласишься, я его знаю. Представить себе не может, что кому-то интересны не только паяльники. А вы знакомы? Ну, вне лагеря, в смысле? Да так, совсем немного. Привет, я к вам сяду. Двигайтесь, давайте. П-п-п-привет! Чё-то, электроник напрягся и с опаской глядит на Женю. Ещё и запинается. Не видел её таким. Женя, доброе утро. Приятного аппетита. П-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п. Женя посмотрела на него, а потом на меня, а затем кивнула Спасибо, спасибо, и вам того же, по тому же месту Она помолчала, помешивая рисовую кашу, а потом обратилась ко мне Я не просто так, я с просьбой Электроник оживился и заулыбался, готовясь что-то сказать, но Женя смотрела на меня Семён, можешь сделать для меня кое-что? Если тяжести не таскать и не красить, то, конечно, а чё нужно? Вчера Ульянка приходила, журналов набрала Она довольно раздал... безответственная, мягко сказано Не перебивай, так вот, Алиса и Мику осторожно будут обращаться А вот Ульяна, пожалуйста, ты тоже с ними сейчас можешь присмотреть, чтобы с ними всё было в порядке? Да, конечно, о чём разговор? Тогда под твою ответственность, а то уже устала сидеть и после неё переклеивать рваные листы Нарошна она, что ли? Знает же, как меня это злит Женя вздохнула, наколола на вилку половину сосиски и принялась сжимать Глядя куда-то поверх наших голов Воцарилось молчание, прерываемое только стуком ложек Ела Женя быстро, но аккуратно и разделалась со своей порцией куда раньше нас Я с интересом наблюдал за электроником Время от времени он поглядывал на Женю Один раз даже почти сказал что-то Закончив с едой, Женя задумчиво глянула на окошко раздачи Видимо, подумала, а не взять ли добавку Потом покачала головой и ушла относить грязную посуду Электроник всё это время сидел, опустив взгляд в тарелку На его лице блуждала смущенная улыбка, а на щеках горел румянец Я убедился, что нас не слышат и решил всё-таки поинтересоваться Сергей Во Извини, если лез за ним в своё дело, но можно спросить? Давай, если смогу, отвечу Скажи, пожалуйста, Женя тебе так нравится или ты ей денег должен? Ты такой... немногословный, когда она рядом Он вздохнул, помялся, затем согласно кивнул Что сильно заметно? Ну, есть немного, в смысле, нравится Она красивая и умная Ну-ну, умная, да и симпатичная, но вот характер Ладно, может, за него Сергей... за него Сергей её любит Я продолжил развивать тему Ты ей уже говорил об этом? Не-е-е, всё случая не было Будешь ждать случая, и смена пройдёт Ты ведь помнишь, что сегодня будет? Ну, а что будет? Ты про пляж? Дискотека, конечно же Танцы, это когда мальчики и девочки Под музыку, понимаешь? Танцы Да понял, я понял Ну, вообще-то я на дискотеке не хожу Думал, Сашку найду, потом на пляж, а вечером в мастерскую Приёмник доделывать надо, а то стоит полусобранный и... Но-но Пока он будет приёмники мастерить, закончится смена и Женя уедет Всегда мечтал сыграть роль бывалого многоопытного товарища А случай был слишком удобным, чтобы его... упускать Развлечение не хуже других К тому же, я слишком хорошо знал, что бывает Если так и не признаться предмету своего обожания В нашем случае всё проще Вряд ли кто-то ещё попытается приударить за этой врединой Ты симпатичный, чушь там Не вижу, что может им помешать Кроме колючего характера Жени, конечно Вдруг я здесь за этим? Вот поцелуются они и выбросят меня обратно в моё время Масль бредовая, но не более бредовая, чем моё попадание сюда Я хлопнул электроника по плечу Сергей, плёнь на мастерскую! Ты чё, танцевать не умеешь? Почему? Умею, занимался когда-то танцами Вальстон, Квикстеп, на городских соревнованиях выступал пару раз Правда, не занял ничего Он обнял воображаемую партнёршу и, не вставая, изобразил какую-то па Ого, а танго? Танго не умею, а что? Да так интересно стало На соревнованиях? Значит, медленный танец он осилит без проблем А это отличный способ произвести впечатление на девушку Это всё упрощает Чё упрощает? Ты о чём сейчас? О чём я? Да о том, что вечером танцы! Если ты пригласишь Женю, то она наверняка будет рада Электроник сначала просиял, но опять потом насупился А она согласится? А мне-то по чём знать? Конечно согласится, во всяком случае, попытаешься Ты вообще её видел с кем-то? Ну, там гуляющий за ручку, хихикающий и всё такое? Не, она обычно в библиотеке сидит Значит, конкурентов у тебя нет Это хорошо Ну, давай, доедай и пойдём Куда это? Вначале грязную посуду сдавать А потом строить хитрый план по завоеванию библиотекаря, конечно Не, я сейчас не могу, мне Шурика надо искать Вот ведь дался ему этот Шурик А если бы он только... Если бы он только что не вёл себя при Жене, как типичный влюблённый Я бы подумал, что интерес к соседу у него не просто дружеский Ха-ха-ха-ха Сука Есть в нём что-то такое Подозрительное Ха-ха-ха-ха-ха-ха Блять Ёб твою мать Ну, тогда в 4 часа Танцы начинаются в 6 вечера Так что, делай свои дела А потом встречаемся возле мастерской Но Отговорки не принимаются Явка добровольная, но принудительная Если что, попрошу Алису тебя пригласить. Помни, у нас длинные руки. Сыроежка улыбнулся и кивнул. Хорошо, только давай без двачи. Обойдёмся. Искушение оказалось слишком велико. Я посмотрел поверх его плеса и помахал рукой. О, привет, Алиса, мы как раз про тебя. Не шути так, а наша, как это прозвище услышит, на людей кидается. Прости, не удержался, но тогда договорились. С такими-то аргументами не поспоришь. Договорились. Шутливо, погрозив ему пальцем, я отправился на репетицию. Времени так мало, а сделать предстояло так много. Как я дал себя в это втянуть вообще? Басист. Ну ладно, две недели впереди. Успею. Да и вообще, о чём я думаю? Я остановился на половине пути и задумался. Чё со мной? Раньше я максимум пожелал бы ему удачи и ушёл бы по своим делам. А общение с той же Мику, Ульяной. Почему всё происходит так свободно и без усилий? Раньше за мной такого не водилось. Изменения... Изменения, конечно, к лучшему. Но откуда они вообще берутся? Это ещё я? Или лагерь делает из меня кого-то другого? А может мне... А может уже сделал кого-нибудь? Другого. Неуютное ощущение. Фантазия тоже нарисовала, как я, утративший памяти собственную личность, встречаю очередного новичка. Привет, ты новенький? Тебе, кважатый, надо. Меня Семёнов зовут. Происходящие со мной... Происходящие со мной перемены ещё не пугали. Но уже настораживали. И вдобавок ко всему полная неопределённость. Да, я... Да, я изображаю пионера. А дальше-то чё? Негромкий голос оторвал меня от размышлений. Семён, ты в порядке? А, да, привет. Я обнаружил, что остановился прямо перед Леной. Просто белая футболка выгодно подчёркивала её формы. О, да. А в руках она держала пару ракеток и валанчик для бадминтона. Что с тобой? Голова не кружится? Нормально себя чувствуешь? Не-не, всё нормально. Просто задумался. Я почему-то ожидал, что она спросит, о чём? Ну, Лена просто стояла и с интересом глядя на меня. Тогда хорошо. Она смущённо улыбнулась и продемонстрировала мне спорт инвентарь. А я в бадминтон поиграть решила, только пары нет. Ты не хочешь со мной? Хочется, конечно, но Мику и Алиса ждут ведь. Не-не смогу, извини. Я обещал на репетиции быть. Она вздохнула, но сильно огорчённой не выглядела. Ну, обещание надо выполнять. Та-дам. Лена сделала паузу, словно размышляя о чём-то. Обязательно надо. Ну, тогда ещё увидимся. Она кивнула мне и двинулась в сторону спортплощадки. Вскоре я вышел к клубу. На веранде никого не было, зато изнутри доносилась бодрая и очень знакомая музыка. Я немного поколебался, а затем открыл дверь. Внутри уже собрался весь музыкальный кружок в полном составе. Магнитофон в углу распевал песни из моего времени. Что-то про письма Алисе Селезнёвой и заколоченный дом. Сама Алиса сидела рядом и довольно кивала в такт музыки. Иногда изображая игру на воображаемой гитаре. Ой, блин, а я не помню какой там мотиву песни. И с тех парней встречал ни разу я девчонку с такими глазами. Где она сейчас? В прошлом или в будущем? Между какими мирами? Алиска, Алиска, про тебя песня и имя твоё. И глаза у тебя странные. Никогда такого цвета не видела. Ой, как тихо. Дай послушать. Нормальные у меня глаза. Случная ты сегодня. Девчонки прослушивали произнесённые мной... Принесённые мной кассеты. Кажется, им нравилось. Мику сидела на столе с нотной тетрадью в руках. А Ульяна устроилась рядом с ней и теребила один из её хвостиков, пытаясь заплести его конец в косичку. Когда я вошёл, Мику как раз отбивалась от неё тетрадью, не громко смеясь. Мику сила, Микуся, чего ты косы не носишь? Давай заплетём красиво. Не хочу, я не люблю косы. Зря тебе... Давай тебе понравится. Не вертись, кому говорю. Улья, не трогай. Моё появление заметили не сразу. Всем привет. Ай, Семён, привет. Давай, заходи, падай. Привет, Семяныч. Скажи, Микуське косы пойду? Ну, не знаю. Наверное, да. Ну, тогда я подумаю. Мику улыбнулась, указала на свободное место на матрасах. Да как раз вовремя. Мы сейчас кассеты дослушаем и репетировать начнём. Готовься пока. А как готовиться? Вон бас-гитара стоит. Возьми пока, подержи, посмотри. Только тихо, ладно? Алиса повернулась и шикнула на нас. Ну, помолчите вы, слушать мешаете. Ну вот, как музыку из будущего приносить, так Семён хороший. А как лишнее слово сказать, так не мешай. Выбрав место поудобнее, я сел на матрасах и взял в руки бас. Конечно, я и видел их раньше, но в руках держал впервые. Струны толстые, всего четыре. Пальцы машинально пытались нащупать недостающие две. Попробовав зажать аккорд, я понял, что это не акустика с мягкими нейлоновыми струнами. Тут придётся потрудиться. Гитара тихо... Пропробосила взятую ноту. Ладно, пока приноровлюсь к инструменту. Вроде бы не сложнее, чем на обычной гитаре. Я забыл многое, но не всё... Но не всё, так что мог извлечь почти благозвучный рок-н-рольный риф. Короткий, правда, но размер главное. Со стола спрыгнул кот, подошёл ко мне и принялся бодаться удобно ур... Утробно урча. Угостить его было нечем. Пришлось ограничиться подсчёсыванием за ухом. Получив полученную дозу ласки, кот оставил меня в покое. Я продолжил рассматривать гитару. Внизу под струнами обнаружилось несколько интересных ручек и целых три белых кнопки. Но я живо представил себе негодующий вопль Алиса, если покручу одну из них и чё-нибудь испорчу. Надписи оказались давно и основательно затёрты, так что оставалось только гадать, чуть все ручки с кнопками делают Я ещё... я ещё и ещё раз пробежался по струнам, прислушиваясь к их узкому, низкому звуку Что, интересно? Алиса отвлеклась от музыки и добродушно насмешливо наблюдала за мной Конечно, парни обожают ручки, кнопки и рычаги, разве ты не знала, уже не терпится их покрутить? Алиса с Ульяной захихикали Раз так, давай начинать, Мику, иди к нам, ну-ка покажи ему что-нибудь простенькое Мику забралась на матрасы и присела у меня за спиной Пощекотал мне ухо своими волосами, протянула руки, словно собралась обнять Но, увы, не обняла, всего лишь взялась одной рукой за гриф-гитары, а вторую положила на струна Вот, смотри, вообще-то надо ноты на грифин заучить, потом гаммы Но столько времени у нас нет, придётся просто запомнить куда жать Про аккорды забывай, они тебе пока не нужны, делаешь вот так Её мягкий голос звучал у самого уха моего Вот же я ощущал его дыхание у зеленой щеки, а в спину уперлось что-то такое тёплое, нежно... и нежно-упругое Что сосредоточиться на игре вышло не сразу Кровь прилила к щекам Мику тем временем продолжала рассказывать Зажимай медиатор вот так Прижал... эээ... прижал на грифе вот здесь И делай раз-два-три-четыре Переместил руку, раз-два-три-четыре Потом вот так, раз-два-три-четыре И снова сюда Запомнил? И кисть так не выгибай, а то устанешь быстро Она взяла меня за руку, чтобы придать ей нужное положение От того места, где наши пальцы соприкасались, по всему телу разливалась тёплая волна Я попытался сосредоточиться на том, что она рассказывает Ты пока поиграй без усилителя, звучать будет тихо, но зато девчонкам мешать не будешь Сейчас не нужно быстро, главное давай... старайся ритм держать Она провела кончиками пальцев по моей левой руке, сжимающей гриф Пальцы немножко свободнее, не пытайся сок из струн выдавить Просто прижми, чтобы не дребезжало Если будешь так жать, что пальцы болеют, то устанешь быстро... белеют То устанешь быстро, а потом, когда разучишь это упражнение, мы будем учить шагающего паука Это когда... Мику, Мику, погоди, я так быстро не запомню Ой, я увлеклась, да? Ну давай, попробуй сам, держи медиатор Мику отпустила мою руку, и я попробовал повторить за ней Ну, ничего сложного Раз-два... Блин... Раз-два-три... Да чё ж такое-то... Ладно, может это и посложнее, чем кажется Раза с пятого вышло как надо Моя персональная наставница присела рядом и наблюдала за тем, как я пытаюсь играть И долго так? До обеда Мику улыбнулась так радостно, словно до обеда нам предстояло пить чай с тортиками Или делать ещё что-нибудь столь же приятное Сколько-сколько? До обеда Тебе нужно пальцы разработать Не волнуйся, будешь отдыхать, конечно Пять минут через каждое полчаса Это самый правильный график Если захочешь перекусить, то на кухне булочь Эээ... Булочек дали и кефира на кухне Не стесняйся, бери, а то засохнут Мику не балуй его, на еду он ещё не заработал Да на чё же я подписался-то? Пять часов А на спортплощадке сейчас Лена, бадминтон Но делать нечего, сам согласился А потому дёргаем струны и улыбаемся Сбежать ведь всегда успею Успокоенный этой мыслью я устроил гитару поудобнее И принялся за дело Ну что ж А продолжим мы уже заниматься этим делом в следующий раз А на этом всем спасибо за просмотр И всем пока Братан, если тебе понравилось это видео Поставь лайк и подпишись на канал Не забудь подписаться на мой паблик И на паблик бункера танкистов вконтакте А также посмотри два прошлых видео Если ещё не видел Субтитры сделал DimaTorzok